привет расскажи пожалуйста как тебя зовут ну немножечко хочется твоей обратной связи о том ретрите который сейчас проходил меня зовут галина я голос за кадром который записывает обычно для вас отзывы и на этот раз я сама в кадре хочу рассказать про свой опыт ретрита самое основное конечно да это впечатление от светланы и именно впечатление во время ретрита потому что мы взаимодействовали соприкасались не была такая возможность до мероприятия даже сотрудничали мили какие-то отношения но то как для меня открылась вот во время сейчас ретрита и и воздействия поля роль я не знаю как это сформулировать это конечно вообще совершенно другое и это другое я не получала не глядя на ролики на youtube не общаясь не там по каким-то вопросам и делам вот сейчас на время ретрита что для меня было важно сама концепция да вот пути к себе то есть я человек который много времени уже да всю жизнь наверное да я нахожусь каких-то поисках что-то пробую я развиваюсь пересматриваю постоянно какие-то свои там ситуации и я в этом продвинулась это правда это факт в этом есть конечно определенный прогресс но произошло вот лично у меня произошло застревание в концепциях концепция вот как правильно как должно быть и в этом вот во всем пути да где пыталась отрегулировать как-то свою жизнь пробую какие-то новые формы в том числе каких-то традиций каких-то учений я потеряла себя может быть я я наверное никогда не находила раньше себя и то время конечно тоже было хорошо наверное то время нужно было для этих концепции правила и вот как бы как-то у реку ну отрегулировать свою жизнь поставите на куда фундамент но сейчас пришло время когда я хочу расправить крылья и я хочу взлететь я хочу прожить свою жизнь без страха совершить ошибку а просто пойдя вперед и просто проживая то что я могу проживать будущее здесь если это оказалось тем человеком который дает это поле то это пространство это было для меня вообще неожиданно я не у меня не было этого ожидания более того у меня даже не было веры что я смогу и получить это чувство что я могу и это сейчас и это легко и это легко это мой запрос кстати на ретрит мой легкий путь это бесценно это бесценно мой запрос он реализовался в практике отдельно которые мы делали здесь тоже глубокое впечатление для меня оставили отдельно я хочу сейчас рассказать про практику на гвоздях целом я как бы думала что для меня будет это вообще без проблем потому что я вставала на гвозди без проводника без намерения без практики я просто на них вставала ну вот подошву моих ног чувствуют гвозди нормально ничего страшного когда я зашла на гвозди с намерением сформированным проработанным на одну мастер ирина нас настроила я строилась и заходила с этим намерением я просто не могла это пережить настолько это было невыносимо это было просто это было просто невыносимая боль как будто бы кроме этой боли вообще просто больше ничего не было и эта реакция она была для меня неожиданно то есть я то думала что я а я я не ожидал раскрылась а что было внутри да и это видимо так было запаковано за всеми телеконцепциями что я себе не позволял это не прожить не вынимать это может махнула рукой свыклась что ну наверно так и нормально баба лего это пованивает ну что ну ладно ну идем дальше а куда идем то мы не идем никуда я никуда не иду если я эти слои не прочистила и наверное вот пришло время их прочистить в общем я встала на гвозди и это было настолько потрясающая меня боль чтобы там с ней разъединиться даже но это вообще было невозможно вот в те минуты пока я там была у меня даже я в сетях тоже делился я реально проживал геев и состояние сознания у меня все плыло перед глазами то есть у меня так предмет двигались то есть это было и этого я тоже испугалась вот этой реакции я была отрезана ребята ставится что это ну все это в комплексе меня просто испугала я сошла с гвоздей чувством незавершенности с чувством поражения и это тоже была проработка это тоже была проработка и в тот вечер и в ту ночь и в то в следующее утро следующего дня я поняла что мне надо и такую себя принять и такой себя полюбить и такой себя принять и быть не победителем и все равно любить себя и давать в эту поддержку давать тебе и давай я пошла на следующий день еще раз на практику вообще без ожидания себе сказал даже если сегодня опять проиграю кто как я это проживала до покроешь хотя это так не было на самом деле дала себе я сказала блин тебе можно все себе можно даже проиграть если будет больно хорошо вообще окей но потребность внутри было именно вот прожить тот опыт когда я не это тело и я не это боль я что-то больше я могу быть чем-то большим я очень хотела это прожить я очень хотела это прожить я это получила это было невероятно это было невероятно я я даже поверить не могу я даже до сих пор не могу поверить вообще-то было вчера такие мурашки кстати они сейчас наверно просто быть мурашки поднимут и внесут меня куда-то это было невероятное ощущение я не знала что я могу такое состояние вообще прожить то есть это вот ты живешь да ты живешь и ты знаешь что зеленый это зеленый вкус воды это вот так там тактильность от веревки это вот так а тут ты соприкасаешься с чем-то с собой на погружение на глубину себя просто вообще другое что-то ты ощущаешь не языком а вообще просто всем сапогим существом что-то какую-то субстанцию состояние ты раньше вообще этого нет не касался ирина но мне сейчас берет интервью это хорошо не подсказывает да я смотрю всегда и радуюсь на вот эти раскрытия на вот этот путь на соединение на ту целостность на ту чистоту которая приходит на то освобождение легкость которая теперь будет сети и это было невероятно круто потому что во первых или во вторых неважно в как скольких но я увидел на что я могу опираться звук для меня звук вот вибрационно просто издавать звук из себя извлекать звук и на нем во первых мне на нем легко концентрироваться для меня это стало такой опорой то есть это прямо было для меня почти как реальный как бы столб хотя это был звук который исходил из моего рта как только я его стала из себя извлекать и на нем сконцентрироваться это прямо знаете вот как я получила опору такую мощную опору что вот эта боль она меня просто на это боль она меня разбирала да но все она перестала меня беспокоить и от этого пошла легкость 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 ирина постоянно мне тоже давала ну как бы раскрытие определенное на всех этапах практики и еще знаю что вспомнила как я не хотела тебя отпускать и даже когда мы держались вот так пальцами этого господи но я же не держусь за нее ну то есть это же не опора никакая но мы просто держимся вот так пальцами но мне настолько это было важно ты не сама у себя что ты есть и опора и как звучание насколько фокус внимания тебе нужно было разъединиться когда произошло вот это звучание тебя раскрывайся и было сопротивление пошло раскрытие да да это очень круто досмотреть расскажи еще какие были такие глубинные осознания что еще было вот игра можно можно про игрой сказать можно еще какие-то инсайты на рисованиях да то есть какие у нас были тематики где тебя еще раскрывала и что помогло еще прийти к себе что осознать себя на глубине помогло я думаю что игра для меня еще не завершенный процесс потому что на самом деле вот эти пять дней они очень насыщены вот несмотря на то что я смотрю эту программу и кажется вот у нас три часа утром перерыв и там три часа вечером я когда шла думаем такая лайк программа так не напряжно это очень насыщенное время это для меня по уровню вот как бы того что мне приходило это было прям вот ну это было очень до меня насыщен и игра она же зафиксирована у меня вот эти этапы и игра и там еще есть метафорические карты до которые сномировала вот мне внутри хочется завершить процесс есть промедитировать смотреть хотя бы на это вот и все глубже опустить да потому что раз игры у тебя получился план а дома еще доработка на как я все вот так вот как бы проскочил проскользнула пролетела а мне хочется вот как с глазами вот это вот ощущение завершила да не надо я хочу сесть сама с собой в тишине до набором ароматировать вот она моя жизнь вот я так двигаюсь вот так как это было там в процессе да когда погружался все вот эти ступенечки и вот этого завершения мне ну это домашняя работа вот сегодня я тоже в одном из зонтов на это обратила внимание мы получили практики домашней работы инструкцию к применению себя я получила крылья я кстати на них сегодня уже опиралась потому что мне сегодня уже было больно я шла и я господи я такая у меня же есть крылья я клянусь это это происходит реально это это происходит реально это лёгкость я вообще не шизотерик я вообще не считаю это отзывшим человеком я чувствую на лёгкость я вот не про то что там я хочу в каких-то там варится материя каких-то далёких тогда я вообще за то про то что вот мне если это прям в жизни помогает вот прям у меня вот здесь нет помогает все я беру это с тобой потому что если я а мне легко улететь вот в эти материи да если я туда улетаю я настолько становитесь не активно я какой-то момент жизни было так берем все что практично берется что практично чтобы ну хоть как-то заземлиться и вот крылья это про заземление хотела еще поделиться до медитации с клеткой это еще одно занятие на погружение куда потому что это ну да света это дала но света это отдала а я это взяла или я жду что кто-то придет там абракадабра 7 селябин да так ну это не работает такое не бывает и мне стало это интересно я вообще как бы тему автономии да вот это не было вообще никогда для меня какой-то целью или интересов но я сейчас заинтересовалась именно не едой да как таковой откатом от еды я не этим заинтересовалась а состояние которого можно жить вот это меня сцепило меня вот это привлекаем состояние и если для этого надо что-то делать ну я наверно на таком этапе когда я буду исследовать что мне для этого надо делать но в принципе мой опыт какой когда я отказывалась от пищи но у меня не было судей в ней вообще ни разу жизнь то есть это всегда была были отвары вот это марва гонянут эта вся история но это тоже кровь из питания да это уже чистота определенная когда ты ведешь этот образ жизни на протяжении всей жизни это другое состояние это не резкий выхода через сухие по-другому идет поэтому тебя это восприятие мира у тебя чище нежели там кто живет на мясе то есть даже вегетарианство да 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 тоже облегчение организма а расскажи еще про состояние вот какие были до вера вот в это все что получится не получится как это будет и что как ты научилась быть состояниях иных после получилось ли у тебя взять те инструменты которые тебе позволят заменить состояние в котором ты пришла в принципе на ретрит можешь рассказать да про состояние что вынесла я уже на момент когда пришла на ретрит я знаю как я себя чувствую когда я в себе и придя сюда я вот в это состояние вошла благодаря полю иры благодаря полю света и благодаря практике и когда я в него вошла а я уже знаю что это о хлоп все оно случилось я даже это вот я внутри себя даже в глазах ощущаю что я мгновень другая становлюсь момент какая-то я не знаю другая соединилась с собой да я не хочу это терять и я с другой стороны я понимаю что это сейчас так легко ну как бы легко это за счет поля вот мастеров и за счет того чтобы туда общего поля вот этого намерения общества мы на ретрите дальше моя жизнь я в ней буду одна и мне нужно будет постоянно я не смогу это сделать один раз в день он будет постоянно себя возвращать до этими крыльями свою реальность мы встраиваем это все свою привычку свой образ жизни в новую жизнь и вот эта другая большая работа которая мне предстоит у каждому из нас на самом деле я даже таскал большая работа которая мне да нет это для меня даже не так наверное неправильно это просто жизнь который хочу жить я хочу так же сейчас на год это мой легкий путь я реально хочу так жить просто так жить мне больше по кайфу мне больше по кайфу жить с крыльями больше по кайфу жить и не страдать ир я не что я это говорю говорю и сама рефлексирую я восхищаюсь на самом деле да каждый человек раскрывается знаешь галин хотела вот спросить у всех же свое время не каждый делает шаг очень быстро не каждый может прийти решиться сделать шаг пойти к себе да это вот такой непростой все равно путь расскажи что тебя сподвигло сделать этот шаг как долго ты шла на ретрит к свете то есть что именно тебя вдохновило как ты пришла потому что я как бы люблю говорить всему свое время и что можно смотреть долго но сделав один шаг мы приходим только к результату то есть очень важно его сделать вот расскажи про свой шаг вот мы тоже пространство и вселенная да они очень заботливы бог меня любит он меня со светой познакомил и я могла с ней контактировать и могла вживую видеть сприкасаться с тем что она делает но как за для себя я это не принимала как возможность я не видела в этом возможность меня очень сильно тронуло когда я не поехала не пришла на один из ретритов хотя у меня тоже была такая возможность мне очень тронуло когда я записывала отзывы ребят я записывал их отзывы и я просто слышала что я должна была быть там я была им благодарна за искренность от вот они так открывались и вы этого ничего не услышали потому что микрофон перестал записывать звук они наверное говорили это для меня вот эти восемь человек видео которых звук не записался по полчаса не говорили нам стучались в голову вот поэтому получается что я шла на ретрит мы больше чем полтора года и я хочу сказать что лично для меня например впечатления там от youtube а вот от тогда и вот сейчас вообще совершенно разные и если как бы вот я задаю этот вопрос тоже когда я сижу вот там с той стороны кадра а вот что ты скажешь тем кто хотел бы да прийти на ретрит кто что-то ищет надо надо просто пробовать вот я такой человек я тоже уже себя знаю я все через действия вот я действую и я через это должна себя но обнаружить в каком-то состоянии мне здесь ок или нет я здесь что-то получаю или нет потому что склонность вот к каким-то философским вот рассуждением это верно и мне надо сюда потому что это вот то она рвы сюда не надо потому что я уже знаю будет вот у меня очень большая к этому склонность вот к этим конструкциям важно вот эту готовность до почувствовать когда пошла готовность все сделать шаг на лучше поздно чем никогда да вот потому что сколько на ретрите людей столько возрастов разных лучше поздно чем никогда это такой мой день я был тоже интересным наблюдением на ретрите люди совершенно разные подготовленности вообще потому что есть люди вообще ну которые решают проблему как сегодня не съесть ложку сгущенки и и они даже так и видят свою задачу как она вот на вот на сегодняшний день кто-то видит задачу а я хочу к себе прийти а кто-то говорит о таких материях что я слушаю я даже не понимаю вопрос а как бы света дает ответ и люди разговаривают я такая о чем мы поговорили ребят каждый пришел за своим осознанием но каждый зеркало друг для друга насколько мы друг от друга да да конечно удивительно что несмотря на то что каждый как бы на своем каком-то уровне да все в общем поле и прострации все равно свое получают и не как-то взаимодействует и как будто бы и даже кажется что как будто бы мы все вот просто про одно а все проходят проработку на каждой до запросы у всех разных кто-то следует кто-то с осознанностью кто-то с принятием себя пониманием да очень разные запросы поэтому конечно же надо пробовать надо все возможности бог не дает просто так возможности вот мне полтора года эту возможность давали 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 а я даже как возможности раз не рассматривала то есть меня не хватало осознание себя у меня не было контакта с собой что посмотреть это как возможность то есть я жила в каких-то концепциях что я уже знаю вот имея проблемы нерешенные проблемы годами нерешенные проблемы я жила в состоянии что ну я-то уже все знаю он свыкалась той проблемой которая была закрывала на нее глаза это уход от себя до ума от себя да в этом и парадокс вот имея да вот это очевидно какаху она даже поваливает такой ладно все жила как это вот моя да у кого побольше да у меня не такая уж и большая это маленькая же какашка очень да классно когда ты понимаешь что тебе туда тебе к себе и прям я рада что ты тоже сделала такой шаг себе и нашла у себя которая раскрывается это невероятная атмосфера доверия и такое такое поле безопасности я просто тоже скажу вот живя вот в этой как бы оболочки что у меня уже все налажено свыкшись с какими-то проблемами я не хотела я не говорю я привыкла о них не говорить и когда я пришла на этот ретрит я решила что я буду вываливать просто все вот просто как есть частность честно потому что я думаю о чем не терять чего мне ждать ты еще вот а где если не здесь и вот это поле какой-то вот безопасности доверия вот я его здесь ощущаю и ну за это конечно большая благодарность да еще отдельно хочу сказать вот вот о чем по таком аспекте вот я говорю там о свете я тебе ердом гимна вот вещах который мне нравится как проявлено у тебя я не знаю этот вот это раскрытие она ну это притягательно это круто но ребят вот нет вообще никакого знаете вот оплом вообще ни у кого здесь нет никакого оплома настолько вот люди простые рядом со мной сейчас это так кайфово но не знаю это просто как-то помогает блин быть собой но потому что здесь все про любовь и все про раскрытие открытости честно это очень много вот это очень круто вот не буду больше долго болтать кто выбирает до встречи на ретрите